Каждую неделю на дорогах городского округа Мытища с сотрудниками ГИБДД выявляются так называемые нелегальные таксисты. Очередной рейд прошел сегодня на улице Борисовка. Сотрудники ГИБДД и Министерства транспорта Московской области не дают таксистам расслабиться. Особенно нелегалам и работающим без специального разрешения на перевозки пассажиров. По статистике окружного отдела, практически каждый десятый таксист водит машину либо с нарушениями, либо вообще без лицензии. Медицинского работника проходили, механики с утра проходили, машины, техническое состояние. Не забываем соблюдать правила дорожного движения, ремень, безопасность, никаких разговоров по телефону. Инспекторы службы проверяют разрешение, лицензию, путевую документацию, наличие мета-освидетельствования и отметку о контроле технического состояния автомобиля. Таксисты, которых проверили в рамках рейда, оказались дисциплинированными. Я в такси работаю уже год. Сначала мы едем в таксопарк, там проходим, в первую очередь, медицинский осмотр. Медик проверяет, не выпил ли ты, не употреблял ли ты психотропные вещества, либо наркотические вещества. После он замеряет давление и потом дает допуск. Понять, легальное такси или нет, не так-то просто, как кажется. Даже вызвав машину в мобильном приложении, есть риск, что приедет недобросовестный водитель. Выявляется достаточно много нарушений со стороны водителей. И также выявляется много нелегальных перевозчиков, которые подключаются к агрегатору Яндекс, Драйвер, Сити и перевозят пассажиров без разрешения соответствующего. То есть совершают нарушение правил дорожного движения, за что несут ответственность, согласно кодексу административного. Есть простые правила, которым нужно следовать при вызове автомобиля. Когда жители вызывают автомашину-такси, нужно обращать в первую очередь на внешнее и внутреннее оформление машины. То есть, чтобы стояла непосредственно шашка легкового такси, чтобы машина имела раскрас определенный, как положено, согласно ГОСТа. Пассажир имеет право спросить путевой лист и посмотреть всю необходимую документацию. Если ее нет и возникло подозрение в нелегальной деятельности, есть смысл обратиться по телефонам, указанным на экранах. За прошлый год сотрудники ГИБДД выявили на дорогах округа более 100 нелегальных таксистов. Алла Сталаева, Денис Петров, Первый Матищинский.